В Одессу я переехал полтора года назад, даже ближе, наверное, к двум уже. В какой-то момент понял, что здесь довольно много крымских татар, проживает моих земляков. А как таковой организации для консолидации народа нет. Первое, что нас натолкнуло на первые действия, это было начало карантина. Мы поняли, что есть люди, которые на тот момент остались без работы, без возможности зарабатывать деньги, стали оказывать им помощь в этом. Это объединило еще больше людей вокруг нас. Потом организовали несколько праздников наших религиозных. И на протяжении всего этого времени мы понимали, что нужно место, в котором может собираться народ, изучать свой язык, делиться с одесситами своей культуры и так далее. На базе нашего культурного центра открывается досуговый центр. Мы его назвали «Луч». В этом названии тоже присутствует определенного рода символизм. Снаружи у нас цвета украинского флага. Внутри крымско-татарская атмосфера, запах крымско-татарского кофе. По воскресеньям здесь проводится крымско-татарский день. Там, где люди изучают свой язык, дети знакомятся между собой. Сейчас крымско-татар, которые принимают участие в деятельности крымско-татарского культурного центра, это те люди, которые выехали в связи с событиями 2014 года. Просто кто-то выехал в 2014, кто-то в 2015, 2016 и так далее. У каждого своя история, почему они покинули территорию Автономной Республики Крым. «В Одессу я попал в 2018 году. До этого я проходил службу в Николаеве. До Николаева проходил службу в Крыму. В 2014 году из-за такой ситуации пришлось, конечно, выехать. И на данный момент я нахожусь в Одессе». «Я осталась с двумя детками, на данный момент я была в положении. Само собой, что никуда, конечно, в положении, неизвестность я никуда не поехала. Я осталась на месте. Потом, когда уже родилась у нас девочка наша, любимая малышка, мы уже спустя полтора года переехали в Николаево. Мой супруг на тот момент служил в городе Николаево». «И все эти люди объединились для того, чтобы мы сами могли не только изучать крымско-татарский язык, наши традиции изучать, но и для того, чтобы передать это все нашим деткам, которые уже растут вне Крыма. У нас уже есть дети, которые родились на территории города Одессы. Есть дети, которые родились в Киеве, в других регионах Украины, за пределами Автономной Республики Крым». «Лучше пускай будет центр, там, где дети взаимодействуют друг с другом, чтобы их было побольше. И плюс, конечно, специалисты с ними работают. Но мне кажется, что дети должны общаться друг с другом». «Сейчас у нас тут в центре уже приходят около 100 детей. То есть каждый ребенок из определенной семьи. Значит, 100 семей здесь уже задействованы. Они получают определенные знания, получают атмосферу, прежде всего. И в то же время, когда они заходят сюда, занимаются, они тоже знакомятся так или иначе с крымско-датарской культурой, потому что у нас есть фотографии, картины. У нас есть люди, как минимум, крымские датары, которые показывают свое воспитание, показывают свое отношение к людям. И это очень круто. И мы стараемся сделать так, чтобы вот это отношение, воспитание было настолько чистым и правильным, чтобы с него хотелось брать пример». И, конечно, для нас важно общение еще между собой, потому что достаточно сложно, учитывая наш менталитет, скажем, да, хоть мы говорим, что мы говорим на украинском языке, мы знаем украинскую культуру, мы жили на территории Украины, огромного государства с 91-го года, но в то же время у нас есть свои особенности, свои культурные, национальные особенности, которые отличны от других народов, проживающих на территории Украины. Поэтому для нас важно встречаться, общаться, заниматься на уроках крымско-татарского языка, читать какую-то интересную литературу, там, рассказы, тексты. То, что появился этот центр, конечно, это очень хорошо, потому что помимо дома они еще, у них есть возможность говорить на родном языке, слышать родную речь и, конечно же, учиться в грамоте. Наши детки отдельно изучают, для маленьких деток у нас созданы отдельно курсы, дети тоже изучают крымско-татарский язык. Также на территории центра мы планируем на создание еще, изучение дальнейшей вышивки крымско-татарской, возможно, если мы найдем специалиста, который нас будет учить, мы будем шить сами там фески, хапахураны, да, это для хурана специальная такая сумочка, хапахуран называется. Ну, вот Севьяна вроде пытается как-то туда интегрироваться, общаться с ними, ходит на занятия языка, дети пытаются ходить. Ну, конечно, когда получается у нас, ну, понятно, что они служащие, бывает и дежурствуют, мне кажется, когда на профессиональном уровне кто-то им рассказывает, грамматику, все это намного лучше. Так что я очень доволен этим, что они занимаются. В 2016 году инициативная группа крымских татар города Одесса обратилась в 10-е квитни за поддержкой профинансировать начало курсов крымско-татарского языка для жителей Одесской области крымских татар. При финансовой поддержке Верховного комиссара он пределом держанцев в Украине инициатива была поддержана, и в 2016-2017 год на территории города Одессы преподавались курсы крымско-татарского языка. В 2017 году был написан новый проект инициативной группой, и курсы крымско-татарского языка при поддержке ОВКБО и при поддержке 10-го квитня уже работали на территории трех городов. В городе Буча, Киевская область, в городе Одессе и в городе Херсоне. На протяжении вот этих лет крымские татары города Одессы под таким, скажем, патронатом 10-го квитня и управлением Верховного комиссара ООН могли изучать крымско-татарский язык. В 10-е квитня ООН поддержала крымско-татарский центр, который теперь создан на территории города Одессы. Я думаю, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Я думаю, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Продолжение следует...